доброе замечательное утро друзья сразу хочу сказать про дверь мне один подписчик написал что у гайту ханькал ты дверь бетоном я до свинья делать вы знаете просто был дождь и я тут с этим ведром она тяжелая что-то пока выливал эти капли нет чтоб и дверь не заклеишь потому что дождь от цемента пропадает Володя с Надей намешали и надо было конечно все по уму сделать так хотелось использовать это ведро цемента ну что ж поделать изгадил но я постараюсь его очистить постараюсь сегодня ветер это видно по пленке вот и я нахожусь в своем любимом сарае я вам скажу даже здесь гуляет немножко ветерок ну понятно фронтоны не закрыты и как бы здесь ветерок гуляет но нет такого вот который как говорится сшибает с ног потому что пленка защищает и я хотел бы так как вот этот крайний ролик который был до этого который сейчас вы смотрите был немножко затронут именно такая скажем политическая составляющая до нашей страны ну и соответственно что я думал что будет очень много отрицательных комментариев спасибо вам люди за то что вы поняли мою моё отношение ко всему этому мою позицию поняли и я вам благодарен за это что вы меня поддержали но также количество дизлайков увеличилось вы понимаете что не все довольны такими заявлениями кому-то сейчас на руси очень хорошо но дело в том что они забывают но есть люди которые это которые не думают просто они смотрят допустим телеканалы да и верят без огоров безоговорочно тому что говорит тот же пропагандисты различные да там соловьев допустим безоговорочно верят то что считает это правда вот а есть те которые живут от этой вертикали и очень даже неплохо живут поэтому они понимают что живут не совсем честно но их это на данный момент устраивает так как несет доход их семье вот представьте да допустим ну разные разные есть госслужащие да представьте такую ситуацию сегодня посмотрел ролик в котором конкретно говорится что такое будущий налог на самозанятых да как таковой такого такого налога нет и не будет есть налог на физических лиц это так он называется по документам на профессиональный доход проще говоря а самозанятых этом народе так называется и вот все служащие которые сейчас являются служащими а на них отменен этот сбор то есть им можно кроме того что они служат отечеству но имеется ввиду не военные конечно вот госслужащие они могут продавать этот пирожок где-то на рынке в свободное время не будут платить этот налог они освобождены то есть сделаны такие подвижки специальные чтобы именно как бы вдарить по народу но я не буду на этом сегодня акцентировать внимание разговор не об этом а просто чтобы за за вашу за вашу поддержку спасибо и я был весьма удивлен что все мы люди понимающие что происходит вокруг нас вот а теперь давайте о том так как возникло очень много от подписчиков различных комментариев очень интересных я хочу некоторые зачитать и ответить владимир с не знаю как фамилия но это не важно владимир да пишет что за последние два месяца я посмотрел довольно много домов и почти везде спрашивал причину продажи он настаивает на том что большинство продажи домов продают продающихся домов в краснодарском крае ну может быть я не знаю где конкретно вот в ейском районе я отвечаю за него это потому что хотят уехать у кого-то умер муж у одной пожилой женщине тяжело справляться с хозяйством она хочет уехать поближе к детям кто-то просто приехал пожил понял что не его место и хочет вернуться у кого-то дети перебрались большой город его родители продают жилье домов именно оставшиеся от родителей не так много якобы около 20-30 процентов то есть почему говорит продают здесь дома я так вот сяду чтобы нет вот так чтобы солнце сильно не слепило глаза что вышло такое яркое солнце почему продают здесь дома я ему отвечаю дома продаются я кстати об этом уже в ролике в прошлом как-то говорил что дома продаются вот эти дома продаются вот эти дома продают дети потому что жить в станице они не хотят потом кто еще продает дома я сейчас сам скажу уже об этом это тело допустим умер супруг женщина осталась одна ей тяжело она хочет переехать детям и дети помогают ей продать дом чтобы чтобы она переехала к ним ну причина простая почти такая же да еще продажи дома вот он настаивает на том что кто-то приехал им здесь не понравился уехал я вас умоляю это единицы единицы еще будущего амурской области я сталкивался с такими людьми которые уехали в краснодарский край и вернулись обратно вот в амурскую область сказав да ну нафиг там работы нет ничего нет а смысл-то был в чем самое главное это лукавство в том что человек хорошо жил у себя в амурской области имел бизнес имел там ларьки магазины и решил я хочу поближе к фруктам к морю но чтобы мой бизнес оставался при мне значит я здесь этот бизнес продаю а там приеду и открою точно такой же бизнес вот таких 90 процентов которые уезжают обратно потому что приезжают сюда они хотят внедриться со своим бизнесом здесь краснодарском крае и у них конечно же ничего не получается потому что все эти места уже заняты они думают также легко приеду и буду продавать запчасти там еще что-то втюхивать и я буду жить как король но уже на море и с фруктами не получится здесь рынок насыщен и они разочарованы уезжает почему потому что раньше когда он жил в амурской области у него был на столе поросенок жареный фрукты пусть китайский но купленный достаток в доме он себе ни в чем не отказывал а тут приехал сюда и разумеется тяжко он же привык друг другому достатку бизнес не откроешь жить на какие-то жалкие там 25 тысяч это вообще не то пальто и поэтому он уезжает обратно вновь открывает свой бизнес и начинает жить там на севере но с тем достатком который был у него до этого он привык хорошей жизни у нее там дом с барбекю площадкой может быть вертолетной не знаю а здесь вот но не все такие я знаю людей очень хороших которые приземлились должанки у них было все поверьте они жили очень богато но в итоге они остались все-таки здесь и сейчас живут должанки но имеет бизнес то есть они вошли в этот рынок то есть настойчивый войдет вот правильно написал там один из подписчиков владимир владимирович по моему говорит я живу в ельске не скрывая своего дохода он написал не буду озвучивать хороший доход он сказал что я живу в ельске и все таки вот я работаю у меня есть доход вот такой то что является очень большим доходом для ска и все нормально тот кто захочет ну естественно у кого какая профессия кому что позволяет здоровье там грамотность профессионализм да вот поэтому опять же вернемся к домам дома здесь продают в основном не те кто приехал купил и уехал и продает а те которые родственники там жители уходят мир иной и дети категорически не хотят жить в станицах здесь нет перспективы для них для молодых они уезжают большие города москва питер еще куда-то краснодар либо уезжает вообще за границу надо сказать берут green карты и уезжает потому что не видят будущего в нашей стране что там греха таить а суда вот я ему объяснил даже в ответе владимиру вот этому с что суда вот нашего в станицу как выясняется приехала вот прошлом году и позапрошлым как мы приехали 13 семей вот по моим подсчетам можете себе представить это и никто из них не уехал уехал только одна семья она переехала ближе городу киевскую то есть они обратно киевскую разочарование разочарование каких-то людей может наступить опять же я объясняю все разочарование от того что там было лучше а у нас то какие могут быть тут разочарование если у нас было хуже в любом отношении да у меня была зарплата там повыше но я ее тратил на проезд к работе и обратно на продукты которые дороже даже тоже мясо свинина дороже там еще что мы его вообще не покупали на дальнем востоке кстати вот когда мы покупали только бывало охлажденную курятину ели еще свою курятину пошла но не было средств просто покупать мясо вдумайтесь об этом здесь оно явно дешевле поэтому вы ничего не потеряли мы только приобрели еще и в климат и плюс фрукты овощи поэтому когда пишут о том что там но это я опять к разочарованию разочарование все понятно да что нету разочарование разочарование только бывает о сытой жизни поэтому владимир вы насчет того что здесь продаются дома тех кто хочет уехать именно потому что им здесь не понравилось вы абсолютно здесь не прав я даже вам скажу больше что да есть увеселительные места там она по геленджик может быть сочи но я скажу больше что есть люди которые имея деньги селятся все равно здесь потому что им здесь нравится больше чем сочи поверьте я же знаю все таки видел этих людей разговаривал с ним а вы два месяца всего лишь поездили посмотрели свой дом будущий дальше вот еще один андрей булатин пишет мне кажется что у сергея ностальгия грусти родных местах откуда он приехал он понял что переезд ему ничего позитивного не дал денег нет работы мало да и климат этот теплый тут он грубое слово там не нужен задаром все просто бесит вот у меня тоже так было когда вернулся обратно домой все стало на свои места это вот пишет мне андрей булатин у меня на новом месте продолжает когда я переехал все было и дом и машина но душа разрывалась все просто без сила его здесь я как и сергей видел только один негатив смотрите вот знаете чего я больше всего не люблю это то когда за меня начинают говорить тут есть один кадр я потом вам о нем скажу который за меня сказал фразу которую я не произносил и вот так же как сергей гид бесит а видит только один негатив ребята вы мне постоянно пишите друзья что я оптимист что я говорю только хороших вещах и вот тут выясняется что я вижу только негатив вот андрей но зачем вы за меня вот это произносите я также как сергей вижу только негатив хамство и лабуду то есть я вижу здесь краснодарском крае по разумению андрея хамство лабуду и негатив видите все было сказано уже за меня я также как и сергей заметьте вот это ключевые фразы вот когда вы пишите андрей комментарии вы пожалуйста не пишите за меня пишите только за себя не надо прикрываться чьим-то телом понимаете вот сейчас он вернулся домой сейчас каждый день радует что живу дома среди родных людей родной привычной обстановки я андрей я вас поздравляю я не понимаю только зачем вы ринулись краснодарский край вот смотрите вы даже пишите ответ я живу среди родных людей родной привычной обстановки смотрите я уже несколько раз повторял родных людей у нас не осталось по сути родители лены родители мои ушли в мир иной родные для нас только дети сейчас и там сели на ватроицком ничего родного нет понимаете потом естественно что ну вот я даже не знаю как вам объяснить вы же сами ушли от своих родных людей поехали сюда не знаю на что надеюсь конечно я не знаю я может быть и поэтому думаю что вас бесило все потому что вы каких-то розовых очках сюда приехали думали там море будет там фрукты и я такой счастливый и бананы и рай и пальмы вы же сами себя обманули Андрей поэтому у вас так и получилось что вы приехав обратно поняли что здесь вам делать было нечего вот но только одно не говорите за других не надо говорить за других ладно проехали я просто слов уже не нахожу как вас как вам дать понять что ну вы наверно уже поняли что сделали неправильно что написали за меня вот так но с этим вопросом по поводу переезда разочарований и какие дома продаются как бы уже решено понятно какие дома продаются здесь тоже ведется строительство новых домов и в Ейске потому что люди перевираются допустим с севера суда поэтому идет такое что строительство потому что один человек написал я вижу что вокруг все строится и все такое прочее значит сторона растет нет это в одном месте она ее выпирает а в другом месте она убывает там наоборот проблема стоит заселение а теперь о бытовых вещах очень интересных вот я просто увидел старый этот комментарий когда я сказал что давление мне сегодня прыгнуло 140 а человек написал но он потом может разобрался что давление 140 разве это давление 140 я потому что знаю что у Володи давление 140 вот у Надькиного Володя это его рабочее давление ну просто человек не знал что гипотоники у тех кого давление 110 на 75 140 для него это уже пошатывание понимаете и голова кружится и все такое прочее то есть у разных людей абсолютно разное давление это так на всякий случай я говорю чтобы знали что для одного 140 это рабочее давление там 140 на 160 а у другого 140 это уже кризисное пора уже скорую вызывать вот дальше бытовые ответы на вопросы лучше обивать окна пленкой изнутри дома так рамы зимой мокрые запотевшие да может быть для сибирского района это вполне может быть годится а здесь вот правильно мне потом отписали там подписчики за меня написали что и почему я обиваю пленкой снаружи чтобы по стеклам не шел дождь вот этот косой и чтобы была какая-то воздушная пленка потому что с той стороны подоконника снутри там нет во-первых места для того чтобы производить подобную операцию и будет само сырое окно понимаете залипшие во льду и все такое прочее и будет просачиваться вода и все такое прочее задуваться поэтому это сделано чисто для того чтобы ветер не продувал а если ветер не будет продувать дом то тогда будет в доме тепло ну тут вот опять вопросы которые я уже когда-то отвечал какая причина вашего переезда и какие виды на работу вы и ваша жена имели Валентина Сотникова я ответил ей смотрите ролики с самого первого времени то есть задаются вопросы несмотря на предыдущие ролики какая причина вашего переезда и какие виды вы имели вот какие мы виды имели такие мы сейчас виды и имеем вот честно говоря о том что я предполагал то и сбылось кстати заняться конкретно деятельностью в виде артиста пением я зарабатываю себе на жизнь и развивать ютуб канал который успешно развивается ну правда несет доход небольшой а вот кстати когда я говорю ну правда несет небольшой доход или вот мне вот знаете вот я посчитал здесь мне обойдется покрыть вот эти две стены 15 тысяч рублей я посмотрел брус дорогой он стоит там 100 кота и когда я это говорю я просто говорю повествую о том как происходит на самом деле дела то есть я говорю о том что сколько чего стоит и сколько нужно для этого средств а не о том как написал один человек что я начинаю помогите люди добрые ребята вот понимаете какая вот опять же человек сказал за меня эти фразы это уральский такой станичник он себя назвал он приехал с Екатеринбурга под Анапу чтобы там строить купить или дом или построить не знаю хотя в его веке в родном Екатеринбурге есть прекрасный дом как я понял проживает где он с вот этим барбекю с большой там с банькой все то есть человек достаточный и видать мысли у него точно такие же раз он как где бы урвать поэтому и получается что он думает что я думаю что я в этот момент выпрашиваю деньги как вот не стыдно вам все таки вот такое произносить меня конкретно люди задают многие вопросы по ценам сколько что это стоит сколько стоит вот вашего обивка сарая сколько стоит фундамент заложить я это говорю исходя из того что на чем я живу сколько это стоит вы все переначиваете и говорите что ваше в любой виде ролик начинается помогите люди добрые это вот вы знаете вот у меня есть друзья здесь в Ейске в Ейском районе и они говорят ну ты слушай ну что тут такого ну ты возьми просто кинь клич там на что там я говорю какой клич какой клич я тут это с микрофоном тут как говорится ой с поездкой в Сочи микрофон это я тут как бы работаю своими огородными концертами зарабатываю да я же не настаиваю там чтобы заплатили я просто прошу поблагодарить за огородный концерт и ваши благодарности получаю а вот в Сочи когда была нужна поездка выступить там ну действительно никто ну не предлагал мне здесь где то в Белом доме чтобы оплатить мою поездку туда чтобы выступить на 9 мая вы поймите я вот как артист даже выступаю порой просто бесплатно да и не порой а только чтобы праздник был понимаете и не открываю кошелек в этот момент а просто думаю ну заплатят мне за эту поездку заплатят не заплатят я так спою вот в Сочи была поездка только на деньги подписчиков вот они мне прислали денежки я съездил в Сочи вернулся обратно даже гамбургеры ел там вот это была тогда ситуация когда я действительно попросил а вот это иносказательное как вам показалось когда я прошу это вот правильно было сказано то что вы видите во мне это ваши мысли ваши мысли а то что буду видеть вас я это мои мысли я вижу там человек идет допустим какой-то в грязном сюртуке и думаю это бомжара это мои мысли понимаете а на самом деле это может быть несчастный человек и никакой он не бомжара но это я так подумал это мои мысли так и вы подумали обо мне что я попрошайка и вот поэтому я всегда своим друзьям говорю я не хочу об этом говорить потому что опять будут появляться такие комментарии как вот этого уральского станичника который станичником себя назвал какой ты станичник имени нет лицо не показываешь уральский ты наш станичник приехал уехал обратно на зиму к себе в Екатеринбург и ты меня в чем-то еще обвиняешь вот когда люди писали в прошлом ролике что я там какой-то сейчас вот так возбужден да что вот нет просто я уже ставлю точки над и в некоторых местах которых начинает перешагивать просто уже как бы говоря за меня мысли произносят за меня унижая тем самым как будто этот человек это я ему обязан чем-то даже если да не хочу даже об этом говорить давайте закроем эту тему вообще надоело уже просто буду просто не отвечать либо удалять и все потому что это уже хайп называется что реагировать действительно на такие вещи всем мил не будешь так правильно говорится вот и поэтому давайте переключимся дальше так бытовые вопросы по поводу летних покрышек и зимних покрышек это те кто переезжает здесь зависит все от опыта вашего вождения автомобилем если вы профессионал вы чувствуете свой автомобиль вы можете ездить на летних ну хотя закон говорит о том что вы должны одеть зимние покрышки да но тут бывает такое что зимой выпал снег или был холодный дождь превратился в лед и льдом покрыты все дороги причем реально льдом не так как вот допустим на Дальнем Востоке может быть лед так немножко такой а потом он пройдет там засыпется штукатуркой снега песочек там будет да да а именно самым настоящим таким льдом поэтому выезжать на машине на летних покрышках крайне так нежелательно и если вы двигаетесь то крайне осторожно так по станице я это видел но трассы обычно посыпают реагентами различными и убирают здесь и поэтому к полудню все дороги уже могут отойти от льда легко и вы можете ехать также на своей допустим летней покрышке поэтому все зависит от того кто как водит машину кто какой опыт имеет там двигаться 40 км в час аккуратно покрышки чтобы были специальные такие продольные а не елочкой потому что вас может на снегу мокром с елочкой это снести летний поэтому лучше как на рельсах ну это если есть деньги как говорится то можно поставить диски заменил просто и не компонсируешься тебе мозг но опять же вы будете изнашивать резину как только наступят буквально чуть-чуть и теплые деньки такие скажем для резины то есть она будет уже изнашиваться зимние поэтому шипы здесь тоже используются я видел очень много машин здесь с шипами ну тут уже как как кому как кому удобно далее далее ну еще один вопросик вы не думали что вашу конструкцию сдует с ветром вот эту я уже говорил о том как она построена можно посмотреть изначальные ролики вот поэтому я не боюсь что ее сдует ветром так как выбрано место специально чтобы это было за деревьями ветер допустим дует с той стороны все наши деревья качаются и они же являются защитой своеобразной дальнейшего распространения ветра вот сюда то есть видите как крыша сделана именно в ту сторону вот это бывает ветер с той стороны дует здесь стоит дом там деревья все и здесь тоже не достается этому сараю таких вот потоков ветра чтоб его прям вздуло понимаете это раз а во вторых весь мой сарай построен вот на таких бетонных клыках которые на метр из земли засверлены и туда впаяны клыки с клыками проваренными поперек то есть это своего рода пробка как в шампанском бутылке да там ну только единственно что в шампанском еще газы есть там такие которые могут ее выдавить а здесь нет ничего здесь просто пробка такая затычка и здесь и здесь и здесь и здесь и здесь и здесь и по всему периметру у моего сарая стоят вот эти вот сваи в бетоне а вся эта конструкция железная по периметру нижняя приварена к этим сваям намертно прям сваркой приварена вот и потому я и сделал еще нижний такой пояс армопояс так скажем из железа чтобы сарай имел такую конструкцию которая стоит плотно и даже вот мне предупреждали что земля плодородная может выдавить эти клыки из земли ну или там подняться земля ну в общем какие-то разрушения массовые какие-то я в это слабо верю посмотрим на то как поведет себе сарай зимой но я хочу вам сказать одно что я специально и сделал этот пояс что в случае каких-то давлений то каркас этого сарая он уляжется на землю может быть или там еще что-то с ним произойдет но он останется на месте то есть он либо сядет либо поднимется но он будет на месте он будет единый поэтому конечно же я не боюсь так как все сарай стоит не на земле он стоит на клыках которые бетоном забетонированные на метр в землю их тут этих клыков раз два три четыре пять шесть семь восемь шестнадцать штук на шестнадцати клыках утоплены в землю с бетоном вот такие вот утренние новости пожалуй этот ролик я тоже отдельно размещу как повествовательный с ответами на вопросы чтоб не смешивать зерна как говорится с плевелом так забыл свой чай а ложечку буду вынимать стараться чтобы не быть кутузовым а кстати я ее даже не взял эту ложечку сегодня день солнечный прохладный буду заниматься за домом спиливать деревья бензопилой там вот стараться так зацепить их уничтожить пеньки налить на них что-нибудь еще там мне посоветовали еще там одна там вещь посыпать солью еще там какие-то химические препараты чтобы уничтожить эти пни и что-то надо там заделать вычистить чтобы щели не было чтобы отмостку как-то залить там где фундамент разорвался потому что у нас в доме холодно от этого то есть приготовить дом к зиме друзья ну ладно ладно пока